Приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. В этом видео я расскажу, какие многолетники стоит посеять на рассаду в феврале. Друзья, перед началом видео подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Также заходите на мой сайт семян. Там я предлагаю семена с различных растений, которые выращиваю в своем саду. Ссылки на сайт оставлю в описании под видео и в комментарии. В феврале сеют дельфиниумы. Посев производят с середины февраля. Зацветают дельфиниумы из семян в год посева в июле-августе. Как сеять дельфиниумы и получить дружные всходы я уже рассказывала. Видео можете посмотреть на моем канале. Дельфиниумы очень красиво смотрятся в любом цветнике. Они придадут ему особую фактуру за счет эффектных стройных соцветий. Рядом с дельфиниумами хорошо смотрятся розы, флоксы, рубеки, клематисы и хиноцеи. Они хорошо смотрятся в групповой посадке из 3-7 штук. В феврале самое подходящее время посеять на рассаду клематис тангутский, который можно один раз вырастить из семян и в дальнейшем он будет расти сам по себе. Так как это совершенно неприхотливое растение. Кроме того, он засухоустойчивый, морозостойкий и обильно цветущий. Им можно легко задекорировать беседку или забор. Высота взрослого клематиса около 3 метров. Его стебли плотно обвивают забор. Цветки ярко-желтые, диаметром около 4 см. Цветет все лето до заморозков. В конце лета образуются семена. Его можно вырастить из семян, если их посеять в емкость и закопать в снег до весны. Тогда можно будет получить дружные всходы. В феврале оптимальное время для посева аквилегий. Эти растения незаменимы для тенистых цветников. Высота аквилегий бывает разная, от 15 до 70 см, в зависимости от сорта. Аквилегий декоративно выглядит все лето, с весны до осени, за счет красивой листвы. Цветет она не очень долго, примерно пару недель в мае. Очень красиво смотрится в компании с хостами, папоротниками, гейхерами и бронерами. Семена аквилегий сеют поверхностно на влажный грунт и присыпают тонким слоем земли. После посева емкость накрывают крышкой и ставят в холодильник или закапывают в снег на 2 недели. Потом на окно. Через неделю появляются дружные всходы. Аквилегий зацветает из семян на второй год. В феврале можно посеять еще один неприхотливый многолетний кадальвейс. Это удивительное растение, которое отличается от других своими необычными соцветиями. Цветет в начале лета, но соцветия долго сохраняются на кустике. Высота растения около 20 см. Эдельвейс любит солнце, бедную почву и умеренный полив. Цветок хорошо растет и зимует в средней полосе. Очень хорошо будет смотреться на альпийской горке и среди камней. Семена эдельвейса очень мелкие. Их сеют поверхностно на влажный грунт. Почвы не присыпают. Всходы появляются при температуре плюс 18-20 градусов. Они неприхотливы в уходе и быстро развиваются. Посейте в феврале Веронику Колоскову, если хотите увидеть цветение в этом году. Вероника образует компактный, аккуратный кустик, который дружно и обильно цветет в июне. Вероника в уходе неприхотлива. Хорошо растет на солнце и в полутенистых местах. Но на солнце цветет более обильно. Вероника отлично смотрится на альпийской горке, на первой линии в миксбордере, а также в горшках и катках. Высота растения в зависимости от сорта бывает от 15 до 60 см. Вероника легко размножается семенным способом и делением кустиков. Посев семян производят во второй половине февраля, поверхностно на влажный грунт. Почву семена не нужно присыпать. Всходы появляются при температуре плюс 18-20 градусов. До светка сеянцев обязательно, чтобы они не вытягивались. Вероника станет отличным дополнением к любому цветнику, так как сочетается со многими растениями. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok